всем салют дамы и господа здравствуйте у микрофона олег гром посмотрим различные зарядные устройства и кое-какой еще став под брендом робитон так надо повыше поднять как обычно в кадр не помещается коробки большие в общем такое зарядное устройство такое зарядное устройство и бокс для батареек я предлагаю в принципе с бокса это дело и начать бокс для батареек такого плана встречается но практически здесь делается он в китае и немножечко различается внутри компоновка но здесь во всяком случае сразу налепили огромную наклейку я вот не знаю с какой стороны было лучше лепить наверное все таки снизу то что сверху хочется видеть элементы но мне так кажется но тем не менее она очень удобная здесь видно сколько каких элементов суммарно вмещает этот бокс до элементов д пластиковый пластик достаточно толстый удобные тут прям приятно мощный пластик китайские копии ну как копия это тоже китай сделал в общем китайские есть версии они иногда из более тонкого пластика как видите литий здесь не обозначен но все остальные элементы без проблем будут вмещаться таким вот образом так сейчас посмотрим куда чего здесь размещать ну видимо так как то или еще как то я на самом деле все это компоную очень интуитивно у меня в таких боксах не только батарейки хранятся у меня там и детали различные и что-то конец но в общем бокс достаточно прикольные в принципе для различных батарей подойдет вещь полезная в любом случае в хозяйстве пригодится это стопудово так лучше не ложить потом не вытащишь я думаю что вот тут она влезет прекрасно и а она всего лишь одна и может я почему-то подумал что и 2 но тут даже написано что на 1 это место как раз для нее хоть вверх ногами хоть как угодно можно разместить ну и все остальное также все это раз раскидывается вполне классная штука если вам надо куда-то взять набор батареек в поход еще куда-то либо может быть вы фотограф и у вас вспышка на батарейках они до до сих пор на батарейках потому что но есть очень качественные вспышки зачем их менять да они на батарейках но не прекрасно работают и на аккумуляторах прекрасно работают и вот такой кейс очень полезная вещь для всех этих делов так что про него особо много ничего раз не расскажешь все понятно дальше смотрим открываю вместе с вами прям вот первый взгляд практически первые впечатления так что что умеет умеет заряжать литий практически любой так микропроцессорный контроллер быстрый заряд с автоматическим отключением ток заряда 500 миллиампер или 1 ампер но особо не назовешь это быстрым зарядом ну хотя в принципе я обычно в этих пределах заряжаю выше не поднимаю только очень-очень-очень редко когда прям надо совсем быстро можно и двумя амперами и больше обычно вот как-то так все элементарно юсб-шечка микро юсб не тайп си и сама зарядочка довольно аккуратненько убираем тоже чтобы не мешало так что тут про полярность было или или проглядел или мне показалось так в принципе что мне нужно мне нужен юсб какой-либо кабель все падает все летит я думаю что вот такое возьму которую мне под рукой есть чем он от штатного в принципе не отключается на коробочке нарисованы батарейки робетон но мы батарейки робетон сейчас стоят фонаре вот но есть например вот такая батарейка интересно она войдет посмотри посмотри как будто тут и было идеально так по поводу пластика средненького качества пластика он такой дымчатый что необычно как будто вы софт-тач покрытия но это не софт-тач покрытия тут все ходит хорошо два индикатора слушай ну вообще всего всего по минимуму ничего лишнего нет ладно чем проще тем надежнее индикаторы засветились вставляем заряд пошел вставляем заряд пошел очень яркие такие насыщенные индикаторы вот на на камеру они кажутся розовыми на самом деле таки прям знаешь кроваво-красные с небольшим малиновым оттенком но видеокамера иногда так бывает что неправильно передает цвета поэтому в общем выглядит как неплохо выглядит как будто я включил какую-нибудь старую радиостанцию алинка вот ну что сказать стоит ли его смотреть что внутри или не стоит мне кажется ничего там такого сверхъестественного быть не может подавать разберем раз уж вопрос так встал аккуратненько вынимаем здесь простые установлены как вы видите саморезы можно крутануть в начале так а потом уже нажать и она быстро все это извлечет так смотрим более да честно даже не знаю как обычно я ожидаю самого худшего вполне даже неплохо сделано интересное конечно крепление с контактами прям так интересно так ну-ка вот если он тут держится забавно забавно и интересно ладно что тут скажешь каких-то датчиков по температуре я не вижу с другой стороны а нужны ли они при таком токе заряда сейчас покажу поближе на микросхемах стерто все что за мозги не ясно но тем не менее плата чистая аккуратно и вообще неплохо сделано единственно не знаю к чему придраться давайте вот хоть хоть к чему-то да как говорится хоть к чему-то придерусь usb разъем вот он мне кажется его надо получше посадить вот эти вот таки чтобы привключения его не вырвалось но эта проблема любого юсб разъем а любой избе разъем в дорогом телефоне к дешевым телефоне в супердорогой заряд вместе заряд на зарядном устройстве в бюджетном наврядном устройстве любой юсб разъемом рано или поздно paradigm и вот ну просто просто поверьте может не хотите не верьте Расшатывается любой, хоть дорогой, хоть дешевый И вот то, что мы увидели, что там не залито, как мне бы захотелось Это не говорит о том, что это плохо Это говорит, что просто вот так То же самое я встречал в дорогих планшетах В дорогих телефонах тоже бывает делается ровным счетом так же Ну, если вам прям хочется сильно, можно добавить припоя Тем самым упрочнить конструкцию Но на самом деле, конечно, нужно совсем аккуратно обращаться И будет все служить долго и хорошо Вот я вам говорю А у самого, тем не менее, на телефоне, казалось бы, разъем USB Type-C И он немножечко весь истыкан Он работает, но вот рядом все истыкан Я не представляю, почему мне так получилось Вроде всегда точно вставлял Но USB Type-C, конечно, веселее Хотя и micro-USB, и не вижу ничего там плохого Я вообще за mini-USB Они чуть побольше, они вообще надежные Но сейчас с mini-USB ничего не найдешь Нормальный зарядник, я думаю Каких-то особых тестов я проводить на него не буду Потому что он очень бюджетный Простой И мы здесь с вами просто распаковываем И я рассказываю свое какое-то оценочное суждение Я думаю, что такой формат, как показала практика Вполне себе нравится вам Потому что иначе, если делать видео какое-то раскрасивое У меня не хватит времени Это будет долго, я потрачу много ресурсов И, собственно, вы будете долго ждать выход этого видео Вот этот зарядник Вот это прям вот хорошая вещь На самом деле Особенно, если вы увлекаетесь телефонами Особенно, если это какие-то радиотелефоны Или DECT-телефоны Или какие-то игрушки Ну, в общем, что-то такое Где используются батареи Которые сразу идут блоками 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 В общем, обычно в телефонах Либо 2 батарейки спаяны Либо 3 батарейки И они иногда бывают нестандартного форм-фактора А иногда в телефоне нет просто разъема Куда ты можешь обычные батарейки в замену поставить Либо аккумуляторы И приходится использовать вот эту вот вещь У меня такое случалось на телефонах И вот как раз-таки они там никели Или кадмилы бывают И вот в том числе на шуруповертах иногда На электрических отвертках Где используется кадмий Вот эта штука очень пригодится До 10 элементов От 2 до 10 Предохранительный таймер Функция разряда Микропроцессорный контроль Отключение по дельта-в Неплохо Вот что тут еще пишут у нас Выход 24 вольта 24, 24 и 12 вольт 12, 12, 12, 12 При входе имеется ввиду А не выходе Потому что выход-то тут естественно Если это 2 батарейки То это максимум 3 вольта Ну и так далее Так Типа разъемов Соединительных Тут тоже всякая информация Нажмите кнопку Разряд Чтобы Ну в общем Думаю тут все понятно Особо читать Смысла нет Оно интуитивно Понятная зарядка Идет вот такой ключ О нем подробней Очень удобная штука Кстати Само зарядное устройство Да Также идет В комплекте Инструкция Инструкция на русском языке Что очень приятно У Равитона Например все инструкции На русском языке Для некоторых Это сильно важно Причем как видите Инструкция вот просто Листа А4 На нем просто Напечатаны инструкции Особо ничего Здесь нет Так Что здесь По ТТХ Ну да Либо 500 мА Либо 1 А Переключатель Можно выставить Шнур Крокодил Где красный конец Соответствует Плюсу шнур Тайммия Штекеры В общем тут Прямо все Что хочешь Есть Ну на самом деле Вот наиболее Универсальные Скорее всего Будут крокодилы Которыми будем Пользоваться Ну я В этом случае Буду пользоваться Здесь он Закрыт На треугольнике Такие вот И Конечно Это Останавливает Желание Все это дело Разобрать Тем не менее Эта штука Еще может работать От прикуривателя Вот Это Прикуриватель Втыкаете Это выход Так Тут нигде Больше ничего Не подписано Ну и Сам Непосредственно Шнур Я попробую Сейчас Дотянуться До Розетки Если хватит Шнур Очень длинный Знаете По ощущениям Метра два Наверное Представляете Я с легкостью Дотянулся Да Минимум Два метра Шнур Наверное Да Ну Либо Около того Ну по ощущениям Наверное Где то Все таки Так И Пожалуйста Вот тут Они все Кнопки Переходнички Какие то Разные Которые Вам Вдруг Понадобятся Вот И собственно Ключик Для того Чтобы Все это Дело Вращать Вот эти Штуки Ну и Ну и Так далее Там Тадам Тадам Еще раз Хочу показать Что Входит в комплект Штекер 5.5 на 2.1 Шнур Тамья И шнур Крокодил Ну собственно Как я и сказал Пользоваться Чаще всего Придется Штекером Вот этим Крокодилом Здесь DC Которую можно Менять и так И так Ну а Крокодил Это самое то Опять же Можно Сделать Какие то Свои Переходники Но Если в этом Смысл Вопрос Конечно Еще тот Так Стрелочка К стрелочке Что там было написано Ладно Это надо в инструкции Почитать То есть Можно установить Как так Я понимаю А нет Есть ключ Просто бывают Такие Что нет ключа И можно менять Полярность А здесь По другому Не установишь Ключ есть Ну и да Вот он Здесь Выемка Здесь выемка Здесь так Здесь Это Да Ключ имеется Ну и Стрелка К стрелке Опять же Вот А и вот Замечательный Ключик То есть Можно работать От 12 вольт Это Преимущество На мой Скромный Взгляд Как вы видите Никаких тут Переключателей Нет Сразу Включаете И вперед С песней Здесь Можете Выставить Все Что Необходимо В том Числе Можно Отвертка Делать Но Есть Ключ Им Удобнее Кнопка Разряд И кнопка По току Ну Тут Нужно Где-то Взять Эти два Элемента Прямо Сейчас Я их Не достану Но Вот Бывают Случа Когда Они Необходимы Их Много И Например Сборочка Вот Опять же В радиостанциях Вот Вы скажете А где Сейчас Это Используется В радиостанциях Используется И ни Абы Каких Например Элементы Ники Металл Гидрид В спайке Пяти Штук Пяти Штук Используется В радиостанции Моторола Такой Мыльнички Воки Токи Я показывал И на канале Они до сих пор Продаются И бывает Так что Аккумулятор Что-то Ну там Долго лежал Разрядился И штатный Зарядник Не может Его как-то Растолкать Оживить Или разрядить И вот Можно Вот Пожалуйста Подключить Сюда И все Вперед Из песни Выставили Пятерки Подключили Плюс Минус И сборка Аккумуляторная Начинает заряжаться Или соответственно Разряжаться Кнопочка На местах Вот Что еще А вот Нарисовано Даже как Чего Куда Где плюс Где минус Все наверное Тут больше ничего не скажешь Очень простое устройство Схемотехнику Таких устройств Хотел сказать 10 лет в обед На самом деле Там наверное Лет 40 лет в обед Будет Вот так вот Тоже приятная вещь Вот она Когда нужна Ее нет И Если у вас Конечно Не встречаются Такие сборки Особенно В игрушках Их очень много В детских На радиоуправлении Сборок Именно Никеля Или Кадмия Если у вас Такой не встречается То вам Скорее всего Такой прибор И не нужен Будет заряд Но если встречается То это прям То что Что надо То что доктор Прописал Вот На этом все Друзья Будем Прощаться С вами Кому было интересно Большие пальцы Вверх В таком формате Мне быстрее И проще Вам что то Рассказать Что некоторые Требуют Большая часть Говорит Давай быстрее Что то выкладывай Если вам нравится Такой формат Напишите об этом То есть я Тогда Буду стараться Буду выбирать Какие то Вещи Может быть У приятелей Брать Чтобы Вот в таком виде Показать То есть быстро Без какого то Специального монтажа Максимально Как говорится Из головы Что помнишь То и Рассказываешь На этом все Пускай ваши Аккумуляторы Работают Как можно Дольше циклов Не ломаются Не просаживаются И всегда Находятся В заряженном Состоянии Готовые к работе У микрофона Был Олег Гром Спасибо за внимание Всем удачи Берегите себя И близких Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова